Стримеров в нашей стране стало больше, намного больше. Кстати, напишите в комментариях, каких стримеров именно в наших местах вы знаете. И большинство стримит на вебку. Думаю, для вас это тоже не новость. Но вот малая поправка. А многие ли стримят не на вебку, а на DSLR камеру? То есть, такие как Sony, Canon, Nikon, в общем, на зеркальную или беззеркальную. Понятное дело, таких единицы. С вами Дайгер и магазин АПГ. В этом выпуске я вам расскажу про карту захвата от Авермедиа. Авермедиа Extreme Cup UVC, которую юзают не для захвата PUBG Mobile с телефона, а для захвата изображений с профессиональной камеры. Это устройство, которое сможет прокачать ваш стрим. Позволит вам захватывать любой источник видеосигнала HDMI в исходном формате Full HD 60 кадров в секунду. Без сжатия, с превосходной детализацией и боке. Боке, если вдруг вы не в курсе, это то, что обычно размывается вне фокуса. Ну, этим уже занимаются профессиональные объективы. Ну, конечно же, это Plug and Play. Думаю, самое время распаковать. Как вы уже поняли, упаковка простенькая. Ну, и само устройство, соответственно, негабаритное. И вмещается на любом рабочем пространстве. Кстати, выглядит как зажигалка. Дорогая. Так, окей. По комплектации. Макелатура. Ну, естественно, это инструкция, в которой рассказывается, показывается, что да, как коннектится. Самое главное – это кабеля соединения. То есть, один это у нас идет, получается, Type-C и 3.0, который будет коннектиться. Соответственно, один, ну, Type-C выход будет, соответственно, идти к карте захвата. И 3.0 будет идти к самому ПК. Ну, либо к ноутбуку. Второй кабель у нас идет Type-C, Type-C. О них мы поговорим чуть позже. В целом, это все. Вся комплектация. Убираем лишнее. И переходим к главному. Ну, конечно же, это Plug-in Play. Да, вы просто коннектите и пользуетесь. Запускается на всех популярных операционках. Windows, Linux, Mac. Помимо того, что вы это подключаете к камере, вы также можете это подключать к телефону. То есть, вы можете стримить с телефона, и, соответственно, вы будете передавать крутую картинку, которую будет передавать непосредственно профессиональная камера. Так как у вас в комплекте идет обычный Type-C USB и Type-C Type-C, но у нее тоже HDMI, соответственно, вам нужно будет найти этот кабель, чтобы подключить его к камере. Почему его туда не добавили? Чтобы вы не переплачивали за него. Так как, допустим, есть камеры, которые используют HDMI, есть другие устройства, где вам не нужен этот кабель. Соответственно, это уже ваш выбор. Нужен он вам или нет. И вы добавляете, докупаете его уже сами. Подробная характеристика данного устройства на вашем экране. Сегодня данная карта захвата в нашем магазине APG стоит 145 UE. В принципе, все, что можно было рассказать, я вам про нее рассказал. Теперь время самой практики. То есть, просто промбоксить этого мало. И мы это сами понимаем. Мы хотим, чтобы помимо того, что мы эту вещь продаем, чтобы вы понимали, как ей воспользоваться. Поэтому поехали, все это переконетим как с телефоном, так и с профессиональной камерой. Для соединения нам понадобится. Возьмем, к примеру, камеру Sony. У вас может быть любая своя. Карту захвата Avermedia. Кабель Type-C USB. Соединяем первый кабель Type-C с карты захвата. И второй конец USB с ПК. Далее, кабель с HDMI-стороной соединяем с карты захвата. И micro HDMI с камерой. Проводим тест в популярной бесплатной программе для стриминга, OBS. Ссылку на которую мы оставим в описании. На ваши глаза сейчас пример подключения беззеркальной камеры Sony A7 III. С объективом, в котором диафрагма 1.4. То есть, чем ниже число F, тем больше вы получаете на фоне размытия и подачи света. Я создал два слоя для вебки Logitech и камеры Sony. В каждой из слоев вы сами выставляете параметры под себя. Разрешение, FPS. А настройку картинки вы настраиваете в самой камере. А если это слой с вебкой, то тут лучше поработать с выдержкой. Не юзайте ее никогда в авторежиме. Настраивайте всегда под себя. Но если даже возникнут вопросы, пишите в комментариях. Постараемся помочь. Для сравнения на глаз понятно, какая картинка вам больше бы понравилась. А чтобы подключить камеру к телефону, то вместо кабеля Type-C USB вы используете кабель Type-C Type-C. Где один конец у вас также остается в карте захвата, а второй коннектите к телефону. Далее скачивайте приложение для внешних камер. Я взял для примера камер FireLeaf. Через нее вы можете как выводить изображение камеры, так и запускать стримы. В приложении можно переключаться с основной камерой телефона на внешнюю. Вот так просто и качественно сегодня запускать трансляции. Но так как мы любим все, что обзорим, дарить, так что опять же принимай участие в нашем розыгрыше. Ничего не поменялось, все так же просто. Подписываемся на наш YouTube-канал АПГ, проживаем колокольчик и оставляем любой комментарий под видосом. В Instagram отметить трех друзей под данным же выпуском. А подробнее о конкурсе вы можете прочитать в описании под видео. А с вами был Даггер и магазин АПГ. Напоминаю, что у нас есть Telegram-бот, в котором вы можете приобрести свои любимые товары. Ссылочка на бота в описании под видео. Всем пока! Пока!